Всем привет, с вами Лурка, сегодня мы поговорим о том, что субботник не вполне законная штука. Начну издалека, субботник как явление появился еще в Советском Союзе, как сознательно организованный бесплатный труд на благо общества в свободное от работы время. Для большинства людей субботник был добровольно принудительным. Вот смотрите, вы обычный Петрович, который делает по две нормы у станка на заводе, так 5 дней в неделю. В ваш законный выходной вас гонят на уборку территории, причем за спасибо. А если вы откажетесь, к вам будут применены методы дисциплинарных взысканий, а то и премии лишат и назовут неблагонадежным элементом. Да-да, не удивляйтесь. Но Советского Союза больше нет, но люди, которые думают, что вы обязаны пойти на субботник, остались. Давайте я вам расскажу, что вы никому и ничего не обязаны. Вот смотрите, вы школьник и вам говорят, что вы должны идти на субботник или вы должны дежурить и убирать класс, ну или летом вы должны прийти на отработку. Ну а теперь давайте по порядку. В одном из своих видео я говорил, чтобы вы почитали Конституцию. Я говорил это не просто так, Конституция снова приходит нам на помощь, а точнее статья 37 пункт 2. Он говорит нам о том, что принудительный труд запрещен. Ну и плюс закон об образовании на нашей стороне, а точнее статья 50 пункт 14. Там говорится о том, что запрещается привлекать учеников без их согласия и согласия их родителей к непредусмотренному образовательной программой труду. Не путайте с уроками труда, это другое. А вот уборка территории и дежурство это уже нарушение ваших прав. Если вас принуждают, даже после вашего обоснованного отказа, снимайте все на камеру и пишите жалобу в прокуратуру. Все просто. Ничего таинственного в этом процессе нет. Он понятен даже школьникам. Еще забавно, насколько эти субботники безопасны. Ты приходишь в школу, заходишь в класс, минут через 15 после начала урока за вами приходит классный руководитель и ведет вас к местному хагриту. Ну, который заправляет метлами в подсобке школы. Вам выдают лопаты, грабли, веники, совки. Вы довольно идете на школьный двор, где бодро начинаете с парнями пиздиться этими граблями и лопатами. Но у нас было так. В это время к вам подбегает классный руководитель и начинает вас разнимать. Уже с другой стороны школьного двора доносится крик «Тут шприцы!» Класснуха бежит туда и так весь день. Кто-то пиздится, кто-то находит шприцы, кто-то вообще давно бухает в кустах. Охуитель. Ну и еще проводить субботники вместо уроков – это незаконно. Это нарушает ваше право на образование, гарантированное вам 43-й статьей Конституции. Также не стоит забывать про 50-ю статью пункт 14-й закона об образовании. Меня прям трясет от этих добровольно-принудительных субботников в школе. Директриса деньги, значит, спиздила, которая ей из бюджета на уборку прилегающей территории выделила, а людей отправила граблями махать. Причем под благородной такой эгидой воспитанием улучшитесь за собой прибирать. И все, главное, это поддерживают, правильно говорят, детей нужно воспитывать. И похуй, что таким воспитанием из детей делают покорных, бесправных рабов, которые работают за спасибо. Вы не за собой убирайте, а за то, что деньги, выделенные на уборку школы или территории, бодренько попилили. А это потому, что в 38-м кто-то недорабатывал. Запомните, любая работа должна оплачиваться. Кто говорит обратное, пускай идет нахуй. Если ты туда не хочешь идти, я тебе говорю, иди в пизду. Точно так же с технарями, училищами, универами. Никто не вправе заставлять работать вас за бесплатно. Так делали раньше. И это называлось рабство. Администрация может только попросить вас, причем вежливо. Мол, сходи, дорогой друг, на субботник, помоги нам, пожалуйста. Но когда вас заставляют идти под угрозой каких-либо взысканий, то объясните данному индивиду, что подобными требованиями он нарушает ваши права, а точнее статью 37 Конституции РФ. Там русским по белому написано, что каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать роль деятельности и профессию. Ну и, естественно, второй пункт. Принудительный труд запрещен. Это Конституция, детка. В нашей стране нет законодательной книги выше рангом. Так что если вам будут говорить что-то про внутренние правила школы, универа, техникума, которые обязывают вас идти на субботник, это все пиздеж и провокация. Ни одно внутреннее правило или распоряжение не может перечить Конституции. А если оно перечит, то этим распоряжением можно просто подтереться. Это точно. Так, про школьников и студентов рассказал, теперь поговорим о работе, где обязывают идти на субботник. Вы слышали, ребят, что я говорил раньше? Все это касается и вас. Только есть небольшие нюансы, сейчас расскажу. Трудовой кодекс и иные нормативные акты, регулирующие трудовые правоотношения, не содержат в себе такого понятия, как субботник. Вот это поворот! Соответственно, все субботники, которые проводятся в любых государственных и коммерческих учреждениях, являются не более чем инициативным и добровольным действием. Согласно Трудовому кодексу, а точнее статье 4, принудительный труд запрещен. Там же написано понятие принудительного труда. Это выполнение работы под угрозой применения какого-либо наказания. С вас не имеют права требовать исполнения работ, не оговоренных в трудовом договоре. Но справедливости ради скажу, что обратившись к статье 113 Трудового кодекса РФ, мы узнаем, что привлечь сотрудника к исполнению рабочих обязанностей в праздничные и выходные дни руководитель предприятия может, только если получит от работника письменное согласие. Далее статья говорит о том, что без согласия работника начальник может обязать его работать с целью предотвращения аварий, катастроф, либо стихийного бедствия, предупреждения несчастных случаев или уничтожения имущества организации, срочных работ, связанных с наступлением чрезвычайных обстоятельств. Всё. Если субботник не попадает ни под одно из вышеперечисленных обстоятельств, законных способов наказать вас за невыход на работу в выходной день у работодателя просто нет. А все угрозы это лишь пустой звук. Выкуси! Хуй тебе, неудачник злоебучий! Хотелось бы внести ясность. Против субботника я ничего не имею, но именно полностью на добровольных началах. Я сам много раз помогал очищать лес от мусора, банально потому, что я там тренировался, и меня просили вежливо, никто не заставлял. Я убирался там ровно столько, сколько хотел, в любой момент я мог уйти, но не уходил. Да, и ещё запомните, чисто не там, где убирают, чисто там, где не сорят. Никогда не бойтесь отстаивать свои права, ведь никто не придёт и не защитит вас. Вы сами должны позаботиться о себе. Многие жалуются на то, что конституция и законы не работают. Ещё бы они работали. Многие своих прав банально не знают, уж тем более их не отстаивают. Плохому дяде гораздо удобнее, чтобы вы не знали и не пытались отстаивать свои права. И не важно, кто этот дядя, коррумпированный чиновник или директор школы, который подписывает указ о проведении субботника. Вот только не надо говорить о том, что обязательные субботники учат уважать труд уборщиков. Мне нахуй не нужно такое обучение, которое будет втаптывать в грязь мои права. Чему меня это научит? Тому, что об меня можно вытереть ноги, насрав на мои права, а я при всём при этом должен радоваться, потому что все убирались? Ну классно, а нас как и коллектив вытерли ноги. Запомните, даже если вы в меньшинстве, это не значит, что вы не правы. Учите и отстаивайте свои права. Чем раньше вы это научите сделать, тем лучше. Просто люди, которые не знают и не отстаивают свои права, всегда будут бесправным скотом. Вы уж меня простите за грубость. Рассказывайте о том, что я сказал сегодня своим друзьям и знакомым. Можете просто видео кинуть, пускай об этом знают как можно больше людей. Всем спасибо за просмотр, с вами был Лурк. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok